привет друзья сегодня у нас знаменательный день нас с вами собралось на канале 10000 ради этого дела мы забабахаем сегодня небольшую дегустацию и приготовим какой-нибудь не мудрящую но интересную закуску к пиву ну конечно кулинарить будет у нас игорь потому что все плюются говорят какой стих чертова матери кулинар ты пивовар иди пиво варить так что я буду помогать игорь командой а дегустировать я уже потом подключусь то есть я дегустировать ну и что будем готовить ну мы уйдем с тобой в космос сегодня я думал это потом космос соединим самые такие знаменитые пивные закуски это луковые кольца с сырными шариками получится у нас сатурн пивной сатурн а вот так друзья сегодня делаем пивные сатурны и летим покорять неизведанные планеты так ну из чего же будем готовить нашу супер космическую закуску так вот она полкила сыра абсолютно любого как у вам больше нравится я выбрал голландские понадобится лук понадобится три яичка чесночок панировочные сухари и я выбрал итальянские травы и понадобится подсолнечное масло начнем нарезать окну и моя задача ну пока я буду справляться с сыром ты наверно нарезай кольца кольца сатурна кольца кольца сатурна внешние кольца да 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 сколько по сколько колец будем два три для более уверенного чтобы держался наш сатурн на 2 или 1 короче видно сейчас сейчас как пойдет сейчас создадим кольца потом планету и населим ее жизнью сенсей может покрупнее еще крупнее я чисто так никогда так увереннее будет как скажете да это это она да да это именно хорошо нам повезло что не двойной прослойка внутренняя нормально да вот так получается просто восхитительно тройные кольца ну что сыр натерт лук нарезан что дальше ну а для того чтобы наша планета была крепка нам понадобится немножко муки и немножко молока можно я на кокс еще и травы насыплю наши хоть наша наша в огороде растет а запашок какой ну все работаем миксером мурцуем мурцуем шеф а не пора ли поставить масло греться да виктор пора бы там уже заждались я понял обычный стандартный котел универсума для стандартных планет солнечной системы вполне подойдет понял сатурн похож в принципе сатурн сатурн еще сейчас мы его сделаем золотистый недоделанная летающая тарелка я думаю вкусно немножко молока можно населять протоплазмой нашей планеты минералы полезные ископаемые все планета готова к отправке на конвейер отправляем наши планеты божественное горнило для запекания и сразу же выкладываем на салфеточки убираем лишний жир некоторые планеты не получились в утилизацию их все перемелят жирного дьявола вот такие вот у нас получились сатурны такие жиробасы с кольцами вот наши сырные сатурны и готовы сатурны не сатурны но я старался планеты солнечной системы ну вот это вот это явно солнце так может расставить их как меркурий по системе венера земля а остальное астероид кольцо астероида все это замечательно и сегодня у нас небольшая дегустация сначала мы попробуем мой триппель бельгийский медово-пшеничный а потом ну а потом увидите доставай тадам делал я его в принципе по варианту дубеля но с немножко изменениями так кому интересно могу талмуд показать на 23 литра я сделал пилснера 4 килограмма пшеничного 4 то есть поровну карамельный светлый 500 меланоидиновый 500 грамм карамельного темного у меня не было и мед гречневый килограмм хмель был мозаик сладок-сладок и штириан голдинг на сухое я еще закинул дрожжи мангрув м31 бельгийан триппель все то же самое меда на карбонизацию у меня ушло больше начальная плотность была 20 процентов брожение 24-25 градусов было как раз жара неимоверная стояла потом на вторичке она в погребе постояла 18 закарбонизировалась выстоялась вот уже больше месяца месяц и неделю наверно хотя я его сделал по нормальному еще постоять конечно ну раз такой праздник у нас сегодня с вами будем пробовать триппель бельгийский пшеничный медовый вкусный хмелевой должен быть хмелевой будем пробовать уже сколько можно жарко просто жарко но он не для жары сейчас мы так бам и все дегустация закончена так вот ты уже лежишь ничего себе шампань такой ну 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 вот такая вещь класс плотная пена плотная пена конечно мощная какой взрыв был серьезный хмелевой запах сухой дает слабенький дубель тогда когда еще был хмель конечно в три раза точно серьезно хмелевой запах отличный цвет тоже такой темно-красный вареный не эстетично звучит а темно-красная медь вполне это да класс можно нюхать просто чувствуется сразу мощь такая очень мощная очень мощная это вам не пивасик разливной да ну что будем пробовать уже сил нету очень хочется попробовать адский сатана полегче м да все-таки монахи знают что варят божественное пойло слышишь только планетами закусывать даже и планет не хочу хочу опять пиво это точно инквизиция это не одобрило запах просто мощный до того мощный насыщенный густой густой такой то же время как бы пьется очень легко кстати спирта нету вообще не на запах не нет даже когда после вкуса после вкусе немножечко вот тепло идет по пищеводу немножко идет тепло и как бы этим ощущается что тут есть спирту процентов 8 спирта в то же время на запах и на вкус его вообще не видно запах обалденный вкус очень очень насыщенный очень конечно летом его очень тяжело пить при жаре друзьями зимой возле камина сама-то сама-то осенью промозглую сырую ночь да да вот это то что красивой девушкой нет я с ней не готов делиться таким божественным напитком я лучше сам горе чувствуется да вот есть горечь быстро проходит и ну даже не знаю каким-то вот хлебно-медовым таким послевкусием хлебно-медовое вроде сладость есть нет такого что она перебивала в конце чистой сладости нету чистой нету сладости есть как бы солодовая мощь скажем так которая дает вот это сладковатый немножко привкус просто но до того плотная что она она не может быть пустым крепостью крепость чувствуется конечно конечно и сейчас прямо прямо чувствуется крепость мощь такой прям как положил бы на одну руку прихлопнул где мой меч хитрые монахи а придумали для себя такое чтобы и поел и попил наслушалась наших рассказов не вытерпела вот холодненькая да сколько в холодильнике там градуса 4 вот для лета очень хорошо пьется думаю зимой или осенью надо градусов 10-12 ему давать зимой до зимой и тогда ты вообще всю всю мощь лето почувствуешь на себе холодный зимний день выпив чашечку бокальчик кружечку кружечку бутылочку этого чудесного напитка запах суперский запах не ну очень благородно очень даже не скажешь что что пиво очень мощная не явно прям по праздникам хочется такое пить оно такое праздник это мне не на каждый день пиво это не такой лагер кружечку зарядил садил почесал репу еще кружечку садил и хорошо нет тут тут бокальчик и можно можно сидеть разговаривать смотреть на камин ваш нарезающие пиво я вас чуть не перебивки просто потрясающая я думал дюбель конечно будет спасение есть еще сильнее я думаю на этом можно и остановиться потому что очень мощно сильнее будет хуже очень мощно давай лучше повторим более холодные прохладные дни ну да ну как-нибудь зимой повторим дегустацию дюбеля 3 мили до холодный зимний день повторим дегустацию трипеля посмотрим как зайдет в тот раз ну не очень понравилось хороший хороший напиток дубель хороший трипель хороший черт пиво плохого не бывает пиво бывает хорошее бывает еще это второй вариант ну а теперь сюрприз по его зельвова кумпель львовская пивоварня спасибо опять-таки алексееву штабину с киева деша спасибо огромное подгоны просто замечательный замечательный солод пиво на попроб на дегустацию сейчас заценим одно пшеничное другое лагер какой-то легенький кумпель свитлое галецкое пилзенской солод короче один пилснер скажем так а другой пшеничка будем попробовать так это в стороночку скорее всего это пшеничка пробуем пшеничку для него в с neoем pakai приучитие индукты островом incompetutar пшеничка двигателя ило не очень вкусно немного вам используют то, чинкае 30 мл целый и в технике. тамаши нет неıyorsun, это понятно? сколько в кара 중에 8- competence прикидываю краской или заболеваний краской слом— пробуем по цвету ну цвет красивенький да как у меня последний раз похож похож на такой оранжевенький красивый все по канонам все очень и она была неплохая ну пахнет пшеничкой пахнет да хорошо пшеничкой пахнет вот такое натурпродукт да вполне горьковато горьковато для пшенички горьковато вкус пшеничный я не знаю как бы и хмель не не выбирает он не должен слышим не должен здесь мир выбирать здесь пшеничная основа должна быть но горечь и не должно быть такой тут по моему немножко за завышена все и запах и вкус полностью пшеничный ну вот именно горечь после вкусе такое не могу сказать что прям неприятно чувствую горечь и про прям послевкусие тоже горькая этого не должно быть как бы не все нормально да может немножко передержана на дрожжах не знаю вот как то может это натуральная пшенички должно как бы так такое быть но мне кажется немножко или слишком уж дрожжевой или как чуть-чуть бражный может бражный да чуть-чуть такой есть бра может вкусненько но вкусненько горечь отвлекает очень сильно отвлекает это скорее для лагера для пилзнера какого-нибудь очень хорошо горечь такое тут отвлекается от хлебного такого ну да хочется насладиться пшеницей но раз а горечь ощущаешь ну конечно я бы в летнее время такой например не взял бы непонятно из-за чего вроде хмеля не особо непонятно кумпель непонятно чё это такое чё за дела на кучу я должен жена говорит нельзя ругать халявное пиво у всех бывают косяки никто не совершенен в больших производствах там конечно делают когда огромными партиями там по несколько сот гектолитров где-то какие-то недоработки идет это экономия купажирование потом смесь они выравнивают в принципе более-менее на средний уровень у маленьких пивоваров конечно любой косячок он он вылазит сразу в партии каждая партия чуть чуть может быть не похожа на другую что есть то есть ну пиво хорошее пиво хорошее вполне львив спасибо ну и лёша лёша естественно тебе огромное спасибо без тебя мы не попробовали даже на горечь горечь горькая стадии коллега ваши ширы ширные шашары широчатые коллега ваши шары прекрасны ну что вы что сыр и с привкусом лучка жареного вообще бомба то есть ты или сырные колечки эти ешь как бы лучок лучок ну вкусненько и все или сырные шарики чисто сыром а тут сыр с луком прямо хорошо шеф-повар да надо сделать еще супер сатурн с кольцами кармара ну да это уже не не из нашей галактики ну и последняя наша дегустационная колба я так думаю пилснер пена слабовато выглядит да красивый очень красивый золотистый цвет очень красивый почти прозрачный до пена нету запах слабый запах слабый мелем не чувствует вообще не чувствуется такая сладость запах такой слабенький запах ну как-то как-то пробуем да вот горечь к месту вот здесь горечь к месту как-то все слабенько как-то моего в пшеничке даже горечь сильнее было да это слабее да слабее горечь слабее горечь чем пшенички хотя горечь есть нормальная горечь хмелем вот здесь хмель должен быть хмеля нету пахнет брашкой пахнет брашкой и на вкус браска ребят пахнет брашкой это не пилс на на вкус брашка и сейчас от отдача идет такая ну прям брашка неприятненько извините ребят но это не пилс то честно пшеничка ну с натяжкой до нормальная к 4 . туда да да но и это не пилс на брашкой пахнет хмеля нету горечь есть но слабенькая невыраженная сорян пацаны любовь без обид у каждого может конечно быть но не но это не пшеничку попил бы еще да но не подобает как-то извините так так что будем закусывать сырными шарами получились хорошо да вот это хорошо получил рецептик нормальный все просто рекомендую друзья это хорошо мне такое ощущение что кто-то ворует у нас сырные шары таинственные незнакомец откуда-то появляется рука и все что ему нужно берет ну а что друзья если вам понравился формат видео ставьте лайки нет значит нет кулинарию исключим кулинарию исключим но мне понравилось лучше чем просто пить еще и что-то загрызнуть можно разные рецепты мы будем находить искать придумывать будет у нас симбиоз разных рецептов но все на пинка и тематику да 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 копченую рыбу можно в гляре запечь найдем или чё там еще бывает чипсы картофель чипсы в кляре можем да ну а чипсы в кляре ну это это вообще так что спасибо что вы с нами спасибо делайте хорошее пиво делайте хорошую еду наслаждайтесь все полной жизнью все прекрасно все пока